привет друзья с новым годом а вот и топ ножей 2023 года вы уже скорее всего видели не топ там был просто ножи которые у меня появились в двадцать третьем году а сейчас именно топ топ это ножи которыми я пользовался в двадцать третьем году не обязательно которые у меня появились в двадцать третьем было немного новых ножей а вот старенький попользовался так нормально и по традиции сначала покажу ножи которые были в прошлогоднем топе но не вошли в этот и такой нож это экстрема рацию dark талон темный коготь копия мне он очень нравился очень зашел в двадцать втором году а вот двадцать третьем я как-то не особо его носил не знаю почему но так сложилось в двадцать третьем году этот нож не вошел кто также в топ не вошел вот этот нож ганза firebird 900 такой 922 я думал что скорее всего даже возьму его в топ но было много ножей которые которым который так скажем опередили его он нет все еще нравится нравится не меньше чем в прошлом году но так получилось что видимо я носил его меньше меньше остальных но уверен 24 он он снова появится в топе но не будем загадывать пока что он не в топе и хочу показать еще один нож который я буквально сейчас раскладывал топ по десятке и сначала он даже попал в десятку но потом потом справедливо и сыграла и я решил что другой нож должен попасть десятку вместо вот этого это spider к матриарх очень классный офигенный нож он появился меня двадцать третьем году он у меня теперь лежит на прикроватной тумбочке вместо полиса и я им играю но для справедливости ради я его ни дня не носил ни разу на карман ко мне не садился в этом году по-любому он это исправит в двадцать четвертом году но пока что пока что он не попадает итак давайте топ 10 10 место очень неожиданно рейк 831 я этот нож даже хотел продать потому что ну я не люблю нудисты полностью металлические металлические ручки я не люблю замок господи все из головы упало фреймлок да но в этом году несколько раз и этот нож брал как джентльмена как для нож под костюм когда одевал надевал строгий костюм то вот этот нож прекрасно вписывался в концепцию джентльмена и я его все-таки носил несколько раз и возможно он будет и дальше ко мне заскакивать на строгий костюм поэтому десятое место рейк 831 девятое место керши free fall в этом году тоже я немножечко его поносил в прошлом году он тоже был у меня в топе только был скорее повыше сейчас вспомню да он был на восьмом месте сейчас на девятом но это тоже очень условно потому что я сейчас даже перекладывал ножи с места на место я же не засекаю сколько времени какой нож я ношу на кармане чисто так по ощущениям ну и то что этот нож попал в десятку тоже я рад думаю буду периодически его на карман садить очень люблю этот нож и рад что он снова возвращается в десятку на восьмом месте honey badger glow не дает коготь прикольный нож когда его купил он частенько его носил но потом появился другой ну и сейчас изредка изредка я его ношу но опять же ненадолго поэтому восьмое место хотя этот нож мне нравится так седьмое место аркона knife крапива нож с фиксированным с фиксированным ножом сейчас вот прямо я ношу его на кармане да это фикс ношу его в городе на кармане пробовал разное всяко но и сейчас остановился на ульте клип все таки пока что удобнее его ничего пожалуй не придумали сначала поставил его то ли на 3 то ли на 4 место но опять же потом справедливость взыграла он в декабре у меня появился в середине декабря его на новый год себе подарил и надо быть справедливым еще ну во первых слишком высоко за пару недель он не может так прыгнуть потому что это будет несправедливо по отношению к остальным ножам уверен что в двадцать четвертом году он поднимется выше но опять же не будем загадывать но таким вот большим авансом сразу его на седьмое место я считаю прекрасный результат выше было бы просто несправедливо шестое место я пожалуй здесь немножко с четырех и на седьмое место на шестое место поставлю два ножа два ножа вы скажете как так это невозможно ну мой мой топ моя десятка поэтому будет возможно это ножи которые выполняют одинаковую функцию это оба бенчмейда это бенчмейд багаут в такой нарядной белой рукоятки и это бенчмейд 530 в классической черной рукоятки это оба копии не раз говорил по этому поводу это что ну оригиналы не вижу них смысла оба этих ножа они у меня на домашних шортах на домашних шортах как такие подручные ножи либо на легких летних купальных шортах вот они у меня 22 таких ножа в прошлом году был синий багаут на его потерял и на ему замену пришел белый вот думал как какой из них выбрать какой выше катку ниже ну прямо сейчас на домашних шортах у меня вот этот новенький багаут просто потому что он новенький но как бы несу не ровен час что скоро надо протереть его что снова 530 на домашние шорты переедет поэтому это вот два равноценных ножа и не оба на шестом месте оба на шестом месте на пятом месте точно также я с 4 и на 5 место тоже поставил два ножа потому что они тоже выполняют одинаковую функцию во первых но это secret edge от cold steel тоже копия мной доработанная и это помогатор по моему дизайну в прошлом году помогатор был на третьем месте если не ошибаюсь о он был на первом месте даже на первом месте он был я его часто носил как даже как основной но в двадцать третьем году как-то все меньше и меньше его стал носить и сейчас он переехал в сумку сумка и диссишная которую я ношу в нем лежат два ножа и вот этот вот постоянно вообще всегда со мной и вот это в другом кармашке просто потому что я не могу его не носить он очень кайфовый он очень мне нравится но вот так вот пожалуй они как как бы друг друга заменяют пользуюсь ими не часто в основном я их нашу потому что они мне оба греют душу не хочет но так вот лежать съезжает ладно и так на четвертом на 4 на четвертом месте нож call steel range boss в предыдущем году он был на третьем месте я говорю что никто не сможет сместить эту тройку ну надо признать в этом году я его носил меньше меньше чем в прошлом хоть и классный нож я его не меньше люблю но носите его стал чуть меньше тем не менее четвертое место call steel range boss на третьем месте лузон в прошлом году лузон тоже был на третьем месте и опять же я не скажу что я часто его носил в этом году но настолько он мне нравится настолько он кайфовый что я периодически просто беру его пощелкать в руки просто он мне нравится и опять же не буду загадывать но наверное вряд ли что-то сможет его ну про тройку не буду зарекаться но вот из десятки точно лузон вряд ли когда-нибудь исчезнет очень кайфовый нож очень я его люблю на втором месте неожиданно я прям очень неожиданно для себя но так вот подумав какой нож прям очень очень часто заскакивает ко мне на карман в перерывах между так скажем другими то один то второй новинки какие-то появляются даже вот когда появилась крапива когда надел другие джинсы где большой фикс не очень в кармане хорошо смотрится я взял какой нож я взял вот этот нож малыш киуэспи парад микартовая рукоятка спирт пойнтовый такой клинок стиле кефарда очень люблю подобные клинки блин чем я все ножи грязные ну это потому что я ими пользуюсь пользуюсь не полочники они у меня периодически что-то режу просто таскаю но и режу клипсу менял надевал клипсу вот так не от этого вот какого-то ганзика глубокую клипсу но она как-то не очень смотрелось не очень сказать чтоб удобно было поэтому надел родную клипсу возможно какую-то другую куплю глубокую но пока что вот родная клипса и прикольный малышок опять же ну не то что джентльмен но на какие-то более классические более строгие джинсы очень в тему под джинсы было бы в тему джинсовая микарта но вот это вот красная льняная или холчовая микарта она тоже тоже очень очень кстати прям кайфовая и механика классная на на шайбах в общем неожиданно часто заскакивает ко мне на карман киос пипер ну и первое место наверное вы скорее всего могли догадаться что и о чем я долго мечтал что я подарил себе на день рождения это долгожданный cold steel voyager неудобно вот так вот voyager drop point watch out 10 а на клинке тайвань в общем вот два моих любимых ножа range boss и лузон от cold steel а если их совместить то получится вот voyager я и покупал вот эти вот ну range boss точно как альтеративу как замену voyager а как как вариант так скажем но спустя так скажем несколько лет я все-таки купил себе долгая история как его покупал как я его не покупал как я его хотел и все-таки ну есть на канале видео про него там я все рассказал наконец-то voyager у меня есть он на первом месте опять же я всегда говорю не знаю кто бы мог его сместить очень кайфовый нож нож на всю жизнь это вот cold steel voyager и складной и большой и надежный как фикс в общем общем кайф а не нож как же многое в этом видео говорю не будем загадывать потому что действительно не будем загадывать но я очень люблю этот нож и думаю что он надолго со мной в моей моем сердце и моей десятки точно первое место cold steel voyager ну и как как вы уже знаете есть у меня гран-при не то что гран-при а нож вне конкуренции это викторинок который всегда со мной на моем мини и 10 наборе здесь бокс для таблеток мини фонарик night core тип и сам нож викторинок и последние несколько лет это делюк стинкер клинком клинок здесь можно сказать девственен ничего им не резалось а вот из самого частого это ножницы и силовой пинцет либо мини кстати же что мне от этого ну понятно что зубочистка понятно что пинцет периодически пригождается здесь есть и отвертка здесь есть иголка ну и еще много разных инструментов этот нож у меня всегда обычно в мани но последние месяцы я стала выносить просто в сумке а сумка ну не так что прям сто процентов всегда со мной иногда в машине она остается иногда бывает дома если по-быстрому выскакиваю поэтому бывало вали случаи когда ответ вот нож мне нужен а его с собой нет поэтому думаю восстановить старую традицию носить его вот этот набор в брюках штанах в левом кармане чтобы он всегда был со мной это вот вне конкуренции и то что не попало в прошлом году в топ то что было в позапрошлом не было в прошлом и в этом году снова в топе это мой нож талисман это nc кастом соу крыса купила его в год крысы я родился в год крысы это мой талисман я его так скажем жалел носить на на ключах думал что он поцарапается но сейчас его уже много месяцев нашу на ключах на кучу у меня большие здесь много всего в том числе и си кастом соу и он не поцарапался то есть вот от ключей никаких царапин нет зато вот на клиночке вот нужен есть небольшие такие вот царапинки stone wash от затирается ничего страшного нож этот ну не сказать что пробочий но он всегда со мной нашу его как талисман поэтому тоже вне топа нож и кастом соу крыска скажите здесь много всего у меня вне конкуренции вне тупо и так далее ну я так хочу не нравится как говорится не смотрите составляйте свои топы а у меня топ такой спасибо за внимание всех с новым годом пока